МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, друзья! Кирилл Жевский снова с вами. Кирилл Жевский снова в деле. Сегодня я буду записывать новую серию Игры в Дурака. Но на этот раз уже в переводного Дурака. У меня уже было три серии Игры в Дурака. Да, записывал я их очень давно и решил продолжить. Тем более один мой подписчик меня очень попросил, чтобы я записал новую серию. И теперь, собственно, я здесь, я это делаю. Значит, играем мы в переводного Дурака с эмулятора Android на ПК Блюз Декс. Кстати, я скоро хочу выпустить на него видеоурок, наподобие того, который я выпускал про NoxAppPlayer. Итак, значит, каков у нас план сегодня Игры в Дурака? Мы сегодня с вами поиграем в новогодний турнир. Вот он, кстати. А потом я поиграю наедине, так сказать, тет-а-тет, со своим другом. А может быть и кое-кто еще, если этот или эти кое-кто еще придут. Вот, значит, наверное, все вы знаете, что из себя представляет переводной дурак. Это практически такой же дурак, как и подкидной, только с небольшими отличиями. Ну, по ходу игры я вам эти отличия покажу. Так, на словах я не могу вам все это рассказать. Итак, я записываю по классике, в наушниках, потому что, чтобы звук из моей веб-камеры и звук с колонок не двоился. Вот. И записываю в той самой розовой рубашке, в которой я записывал самую первую серию. Если не верите, можете открыть плейлист Игры в Дурака. На моем канале и посмотреть. Кстати, сильно засветило солнце, прям мне в лицо. Поэтому мое лицо стало очень светлым. Не обращайте на это внимания. Все. Не будем, не буду вас томить и, наверное, начну игру. Буду играть не в полноэкранном режиме, вот в таком обычном режиме, обыкновенным самым. Вот. Потому что, если я буду играть в полноэкранном режиме, то все увеличится и будет не очень красиво. Да. Прежде чем начнем мы играть, я отправлю подарки. Своим друзьям. Так, это я. Это мой аккаунт в ВК. Так, это один из моих друзей. Это тоже один мой друг, кстати, с ним. Я буду играть. Скоро. Вот. Это мой аккаунт в ВК. Да. Я же сейчас играю с аккаунта в Google. С Google аккаунта. Вот. Ну что же. Давайте соберем мегабонус. Я специально ждал этого момента до записи видео, чтобы собрать мегабонус. Вот как солнце вообще не кстати начало светить. Вообще. Прямо мое лицо такое светлое стало. Так что я извиняюсь. Сейчас попробую подвинуться, наверное, как-нибудь, чтобы она... Меня не... Нет, не... 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 Не вставало. Блин. Все. Блин. Ну что делать? Солнце. О. Сейчас найду какую-нибудь рациональную точку, чтобы записывать. В общем, сейчас я прерву видео. Шторы занавешиваю и вернусь. Секундочку. Итак, продолжим. Значит, все. Я задвинул шторы. Теперь мое лицо стало нормально видно. Вот. Ну что ж, забираем наш бонус. 150 тысяч. Это круто. Так. Все. Давайте начинать новогодний турнир. Кстати, многие почему-то жалуются в комментариях под... Ну, в плеймаркете под этой игрой, что типа тут все подстроено. Типа выбирают заранее того, кто должен победить. Не в зависимости от того, умеет ли этот человек играть в карты хорошо или не умеет. Я тоже так думаю, потому что тут действительно нелегко выиграть, в отличие от остальных турниров. Хоть и играю я более-менее среднестатистически нормально. Вот. Вот, кстати, моя аватарка. Вот. Что же, мы будем играть, мы будем пытаться, мы будем стараться, мы будем выигрывать, потому что иначе никак. Мой девиз «Вперед к победе». Никак иначе. Так, все. Начнем игру. Так, ну что же, сейчас мои враги будут, мои оппоненты, так сказать, будут ходить. И вот, кстати говоря, первый вариант перевода. То есть, вы сходили с шестерки, и если у вашего врага есть шестерка, тоже шестерка, то он может на вас перевести гон. Сейчас, когда у меня будет вариант перевода, я вам наглядно все это покажу. Но, надеюсь, те, кто смотрит это видео, уже и так это все понимают. Не знаю, выдержу я или не выдержу. Меня полностью будут пытаться закидать. Сори, извиняюсь. А, как только могут. Потому что они изверги, потому что они твари, и они сволочи. А я такой хороший и должен победить. Хотя и не факт. А, да, начинается. Вот, был опять перевод. То есть, тупо ты кидаешь карту, если у врага есть точно такая же карта, то он может обратно тебя отразить. То есть, это как отразить ход, называется. Перевод это отражение хода оппонента врага, если говорить культурным языком. Да, и, кстати, я просрал все свои козырные карты, скорее всего, я проиграю. Вот, но зато это видео получится тогда довольно коротким. И его будет приемлемо смотреть каждому, кто зайдет на мой канал. Так, ну давайте, что ли, семерок. Будем есть и шестерка. Фух, я немножко волнуюсь, так как на кон много чего стоит. Ну, ничего не поделать. И говорю, тут все подстроено, просто подстроено. Я говорю это не потому, что я не умею играть, просто потому, что, ну, во-первых, мне не повезло, а во-вторых, ну, как бы, в основном тут выигрывают те, кто специально намеренно заплатил деньги, чтобы поиграть в этот турнир. Вот, те, кто деньги не платит, те и обычные проигрывают, как бы. Вот так все оно и задумано. Так, у меня есть четыре дамы. В принципе, я... У меня есть шанс победить. Но не факт. Сейчас мы попробуем сделать Один такой ход. Если у нас, конечно, удастся. Вот такой вот. Вот сейчас надо молиться. Сука! Тварь, блядь! Как? Ну как это, ну, блин? Ну, каким боком, каким образом он не победил? Вот я говорю, вот, невозможно. Наш нос зачесался от них. Твари, вот твари и все. В комментариях не пишите, что я лох, что я... Короче, дебил, что я все сливаю. Это, я говорю, тут все подстроено. И не потому, что я хочу так думать, а потому, что тут действительно все подстроено. Короче, вот, все. Вот, мы поиграли в новогодний турнир. Вы поняли, что такое перевод. Это просто отражение хода соперника. Вот. То есть, еще раз вам повторяю. Соперник сходил вам с дамы. Если у вас есть дама, то вы просто можете обратно ему перевести кон на него. И он уже будет отбиваться. Если у него есть еще одна дама, то он может еще одну даму перевести снова на вас. Вот. И так до тех пор, пока либо у него, либо у вас не закончатся дамы. В общем, вы поняли. Вот. Все, давайте уже играть с другом моим. Надеюсь, ему я так не сольюсь. Потому, что, как бы, он не робот. Он реальный игрок. Он, кстати, в лобби ждет меня уже. Дожидается уже. Да, кстати, это тот самый друг. Пашенди. Да, Пашенди пацанячек. Который со мной присутствовал в трех предыдущих сериях игры в дурака. Вот. Так что, сейчас мы будем с ним играть. Я его специально позвал, чтобы было не скучно. Поэтому, это будет такое видео на расслабончике. Я буду нести всякую хрень. Потому, что знаю то, что все равно ее вряд ли кто-то посмотрит. Вот. Поэтому, давайте. Ну, что ты, Пашенди, давай. Давайте с ним, короче, поздороваемся. Че он тупит-то? Эээ, алло, алло, алло. Пашенди, ты где, эээ? Алло. Гад, он тупит. Он тупит. Так, придется, похоже, позвонить ему по телефону. Ну, что же. А этого не хотел, но придется. Так он в лобби. Почему он не хочет отвечать? Давай, отвечай. Ну. Давайте отправим ему смайлик со временем. Почему он мне не отвечает? Че за бред? Блин. А, все, все. Поехали, наконец-то. Так, ну что же, давайте. Отправим ему что-нибудь хорошенькое. Давайте отправим ему палец вверх. Все-таки он мой дружбан. Вот. Сыграем с ним Кона 2-3. И, наверное, стоит уже закончить. Ну, как бы это просто на расслабончике. Так. Обыкновенная серия. Такая. Тут особо думать не надо. Что говорить, что... Да и прочее. Он забрал. Похоже, у него карта не актив. Мы пытаемся. Мы хотим. Мы верим в победу. Да, мы проиграли в саммитном обводе в турнире. Ну, как говорится, мы проиграли битву. Мы проиграли бой. Но это не значит, что мы проиграли... Проиграли или проиграем войну. Это абсолютно это не значит. Поэтому мы... С доблестью, с честью, сражаемся на поле боя дальше. Ладно. Было круто, на самом деле, сказано. На самом деле, ребята, мне вообще нужно смотреть веб-камеру, когда я разговариваю. А я смотрю на свой монитор. Потому что я включил предпросмотр. Вот. Вот. Я должен смотреть сюда. А я смотрю почему-то сюда. Так, башенье что-то там тупит. Кстати, у меня довольно-таки неплохие карты. Вот почему у меня такого не было в этом новогоднем турнире. Вот. Блин, сами зайдите. Я как-то вот год назад заходил в плеймаркет. Просто почитать комментарии. Вот что в подкидном, что в переводном дураке. Вот. Там говорят, что подстраивают. То есть, ну, как бы... Специально выбирают тех, кто победит. Обычно те, кто платит деньги специально, заранее. Вот. Кстати, забыл вам еще сказать. Я это не говорил в предыдущих сериях. О том, что есть еще от этой компании, которая выпускает подкидного и переводного дурака. Есть еще такая игра, как Покер. Покер чемпионат. Вот тоже на нее я, скорее всего, сделаю обзор. Я не буду как-то в отдельный плейлист это объединять. Я на нее это в этот же плейлист, игры в дурака. Пусть. Я просто его переименую, напишу то, что это игра в карты. Играем в карты. Потому что Покер тоже карты, правильно? Поэтому, как бы, и дурака, и Покер, это, в общем, получается карты. Вот. Начинает он меня, короче, закидывать. И, скорее всего, придется нам забирать. Потому что, если сейчас я добьюсь, то, скорее всего, попадутся дурацкие карты. И мы проиграем. И, кстати, надеюсь, вы видели, что нужно отдать 400 тысяч, чтобы вступить в турнир новогодний. Вот. Часто вообще это приложение обновляют. Вот. Поэтому стоит заглядывать в плеймаркет, да и вообще должно у вас прийти уведомление. Да. С этими картами просто невозможно проиграть. Просто невозможно. Нужно быть полным лохом, чтобы играть с такими картами. Если отправлю. Типа. Такой смайлик. Странный. Нужно было написать, ему в следующий раз повезет. Лови гранату. Ну, ладно. Чисто тут удача мне подкатила. Удача мне фартанула, так сказать. И я победил. Вот. Давайте еще кинем ему короля. Сейчас будет полный лютый замес. Вообще, обычно я записываю вместе с мальчиком, по Санючкам, по Шенди. Как бы вместе. Он тут рядом присутствовал. А теперь он там, в компьютере, внутри. Вот. Блин, губы обедриваются. Приходится все время их облизывать. Лишние подробности, но неудобно. Некомфортно. Так. Еще. Поиграем мы сейчас второй кон. Так. Потом я ему звоню по телефону и говорю ему спасибо за игру. Он, конечно, на меня побомбит конкретно. За то, что я его победил. Вот. Сейчас я что-нибудь на счет за хуйня такая. Почему меня Кирилл постоянно выиграл? На самом деле, тут дело. Тут везение именно в карты. Мне просто попадаются хорошие карты. Вот если бы мне попадались такие хорошие карты в новогоднем турнире, вот тогда бы цены бы ему не было. Вот. Действительно. Вот. Не было бы ему цены. Так. Давай терпеваться. Он, кстати, вот не перевел. По-моему, шестерку. Или я не увидел. Я просто на свое лицо смотрел. Вот. Так. Давайте его ждать. Он может тупить. Вот. Начинаем. Это вот свидетельствует о том, что человек не включил в настройках автоход. Кстати, лучше забрать. Иначе нам придется потратить все козырные карты. Вот, кстати. Секундочку. Вот он автоход. Скорее всего, он у него отключен. Просто отключен. Не отключен, а отключен. Так. Ну что же. Надеюсь, мы сейчас победим. Хотя. Давайте. Короче. Если сейчас мы победим. То. В третьем кону. Специально. Мальчику поддадимся. Конечно. Когда он это видео посмотрит. И дойдет до этого момента. И узнает. Что я ему поддался. Он, конечно, вставит мне конкретных люлей. И поругает. Но. Все-таки. Должен же он хоть раз выиграть. Давайте. Дадим ему такую возможность. И. Пусть он победит. Ну. Не в этом кону. Так. В следующем кону. Так. Опять я, походу, победил. Хотя. Кстати говоря. Похоже. Он взял туза. А нет. Я опять взял туза. Опять у меня. Хорошие карты. Просто какое-то везение. Да. Кстати, ребята. Вот. Вот. Видите перевод. Можно перевести. То есть. Давайте. Просто отобьемся. Не будем переводить. Кстати, ребята. Я хочу вам кое-что сказать. У меня почему-то. При каждом заходе в игру. В эту. Какой-то глюк. Постоянно выскакивает. Вроде как вы его. Не должны увидеть. Но он у меня постоянно выскакивает. В главном меню. В главном меню этой игры. Я не знаю. Что это за глюк. Или баг. Что это вообще такое. Вот. Ну. Я не знаю. С чем это вообще связано. Вот. Ну все. Тут. Однозначно. Выберешь. Давайте. Туза. Не понял. Он что, прощается с нами? Ээээ. Не прощайся. Давайте. Попрадимся. Давайте с ним. Пивка. Давайте с ним. Короче. Пивка попьем. Игорь. Что за Игорь. Ааа. Это Игорь. Тот самый. Который. Одногруппник мальчика Пашенди. Да. 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 Давай с ним поздороваемся. С этим Игорем. Наверное. Он не узнает. Что я записал это видео. Вообще. Я рассчитывал на то. Что придет Витек. Это наш с ним друг. В общем. Вот. Ну ладно. Еще поиграем. Коночек. Конечек. Коночек. Достаточно. Похоже. Его. Одногруппник. Пришел его защитить от меня. От моих. Атак. Так сказать. От моих нападений. Эта серия получилась довольно таки ламповая. Кстати. Записываю я ее уже с новой веб-камеры. Как вы могли догадаться. Вот. Потому что я уже пару видео я записывал с этой веб-камерой. Вот. И она меня устраивает. Да. Конечно. В ней не до 60 FPS. В ней только HD. А не Full HD. Как хотелось бы. Но. Тем не менее. В принципе. Сойдет. Если записывать при дневном свете. То все хорошо. Ну. Если записывать же при ночном свете. То есть вечером. То тогда уже будут какие-то мерцания на экране. И все прочее. Ладно. Мы играем переводного дурака. Не будем вдаваться в лишние подробности. Вот. Но мне придется что-то говорить. Мне придется чем-то занимать это видео. Поэтому я должен говорить. Вот. Так. На самом деле я вчера, ребята. Честно вам признаюсь. Очень долго готовился. К записи данного видео. Я хотел еще вчера записать его. Но у меня это не вышло. Я долго настраивал свой компьютер. У меня слетал бандикам. У меня все тормозило. Все лагало. Жестко. Я не мог найти рациональное зерно. По которому я буду записывать видео. И только спустя целый день. Целый день я нашел решение. Вот. Как записывать более-менее приемлемо. Вот. Потому что моя видеокарта конечно поддерживает разрешение 1920 на 1080. Как и мой монитор. Но. Она офисная. Это не 1050 Ti NVIDIA. Это 1030. Причем GD без X. Без X. Вмастил. Вмастил. Чему ты радуешься, мальчик? Чему ты радуешься? Объясни. Сейчас они меня выигрывают. Расстраиваться нечего. Рано или поздно это должно было произойти. Давайте. Походим вот так. Таким ходом. Для восьмерочки. Сейчас возможно будет перевод. А нет. Перевода не было. Сходим. С восьмерки. Раз. Давай. Два. Отлично. Давай еще семерочку сходим. Давай. С туза еще сходим. Круто. Ладно, ребята. В общем, еще играем один кон. И, наверное, пора уже заканчивать. Потому что я немножечко подустал. Потому что у меня заканчивается... У меня заканчивается словарный запас. И вообще... Мои друзья тоже устали. Хотя этот Игорь вроде как не мой друг. Он просто одногруппник Пашенди. Вот. Но, тем не менее, Пашенди немного про него хорошего рассказывал. То, что это хороший малый. Хороший парень. Вот. Всегда поможет там. Все прочее. Ну, я... Искренне надеюсь, что он не обманывает. Да, ребята. Я извиняюсь, если я сейчас несу полную хрень. Потому что я очень давно не записывал видео с комментариями. Я записывал только новости канала. Последний раз, да и новогодние поздравления. А такие видео, там, прохождение, видеоуроки, там, эти... Видео и игры я вообще, наверное... Еще с лета, наверное, 2018 года еще не записывал. Вот. А у меня на канале много чего еще висит. Ух. Долго вообще разбираться. Вот. Ну, надеюсь, все у меня будет хорошо. Все у вас будет хорошо. Кстати, новогодние каникулы уже заканчиваются. Я надеюсь, что вы все хорошо их провели. То есть, удачно. Получили на Новый год все, что хотели. Кстати, я забираю эти карты. Да. Вот так. Если я когда-нибудь буду покупать себе бип-камеру другую, то я буду обязательно покупать ее с поддержкой 60 фпс. Потому что в наши дни 30 фпс уже как-то старомодно выглядит. Хотя и, в принципе, прием. Итак. Что-то я резко замолчал. Засмотрелся на эти смайлики, отправленные по Женде мальчикам. Давайте, кстати, отправим вот такой смайлик веселый. Давайте еще короля отдадим. У нас все равно есть туз. Поэтому нам король не нужен. Так, давайте переведем. Я уже вам много раз объяснил. Я надеюсь, вы уже поняли, что такое перевод. Ты что мне язык показываешь, пацанячек? Слышишь? Ой, опять нос держится. Ой, давайте отправим такой смайлик. Типа я уже надоела мне ждать. Я уже устал. Все, я уже снова валюсь. Ладно. Так. Отлично. Так, осталось две карты. Понятно. Все понятно. Я забираю. Все. Две карты больше подкидывать нельзя. Серьезно? Мальчик аж удивился, что тот восьмерку забрал пиковую. Вот зря он восьмеркой отбился. Очень зря. Давай, ходи. Ходи быстрее. Ходи резче. Да ничего страшного. Сейчас мы... Что, давайте поддадимся мальчику. Пусть он выиграет. Давайте поддадимся действительно. Пусть он выиграет. Так, давайте сходим с вальта. Ну вот, он даже намекает на то, что я поддался. Давайте, все, бита. Сейчас будем собирать тупо все карты. Типа я такой лох. Я лузер. Я хочу проиграть. Я случайно проиграл. Так. Заберем. Давайте отправим ему смайлик со слезами. Типа это очень искренне. Типа искренне. И отправим ему такой, типа это. Типа я ему намекнулся, что тут не все чисто, да? Давайте девятку. Здесь он отобьется. Отлично, все. Все, ребята. Я пошел. До свидания. Все, давайте. Играйте дальше сами. Как-нибудь уж без меня. Ну что же, это была отличная, веселая игра в дурака. Я поиграл новогодний турнир. Конечно, я его, извините за это грубое выражение, проебал. Но зато я поиграл хорошо с Пашендием мальчиком, со своим лучшим другом и с его одногруппником. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Я, конечно, мог бы развернуть ее на весь экран. Вот так. Но как-то все увеличено. Все не очень, короче, удобно. Так что мы просто выйдем из него. Неудобно, короче. Удобно так поиграть и хорошо. У меня, кстати, 6 миллионов с половиной. Все, ребята. Я записал данную серию. Если будет время, если будет возможность, я, конечно, запишу дальше пятую серию. Следующую серию я планирую записать уже про покер-чемпионат от этой же студии CSO, которая выпускает подкидного и приводного дурака покер. Там уже немножко по-другому, немножко поинтереснее. Вот. В общем, вы все увидите. Так что ждите. Ждите видео, надейтесь, никуда не уходите. А с вами был я, Кирилл. И мой канал Кирилл Ржевский. Я обернулся, я снова записываю видео. Делаю это довольно-таки редко, но дел. Поэтому надеюсь на вашу искренность. На то, что вы поддержите данное видео пальцем. Даже пальцами вверх. Напишите какой-нибудь хорошенький комментарий о том, что я классный чел и продолжаю в том же духе. Или какой-нибудь плохой комментарий, типа, ну зачем тебе это надо, иди ты нафиг. Иди в жопу и все прочее. Как любят это делать быдло, многие быдло. Ну все, ребята. Увидимся с вами в пятой серии игры в карты. Уже в карты, говорю. То есть, дурак и бокер это карты. Все, ребята. Всем удачи и всем пока. Всем спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова